Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию урок истории «Кровавая неделя», посвященный памятной дате военной истории России. 29 ноября 1941 года советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-Дону. 21 ноября считается датой первого захвата Ростова-на-Дону войсками вермахта. Несмотря на многотысячные потери с обеих сторон, гитлеровцы 8 дней удерживали Донскую столицу. И этот период вошел в историю как «Кровавая неделя». С самого начала войны десятки тысяч ростовчан строили оборонительные сооружения и укрепления вокруг города. Они сделали противотанковые рвы и эскарпы, окопы и укрытия для боевой техники, блиндажи и наблюдательные пункты. Бои с отборной первой танковой армии генерала Эвальда фон Клейста длились с 20 октября по 21 ноября 1941 года. Первое наступление на Ростов со стороны Таганрога продолжалось 10 дней. В ходе отражения первого немецкого наступления на Ростов неодолимой стеной на пути танков и мотопехоты стали воины 343-й Ставропольской, 353-й Новороссийской стрелковых и 68-й Кущевской кавалерийской дивизий. В результате немецкий 3-й моторизованный корпус в составе двух танковых и двух моторизованных дивизий понес значительные потери. Был вынужден отказаться от наступления на Ростов и перенес свои усилия на новошахтинское направление. Нацисты начали новое наступление на город 17 ноября, нанося танковый удар с севера через село Большие Салы. По еще не обстрелянных боях 317-й Бакинской стрелковой дивизии полковника Ивана Середкина. 16 артиллеристов ценой жизни отразили атаку 50 танков, 12 из которых сожгли, а 18 подбили. Спеша на выручку героической батареи с роты противотанковых ружей погиб командир дивизии полковник Середкин. За три дня боя Бакинская дивизия потеряла 8 971 бойца и командира, и все пушки и пулеметы. Сильно поредели и полки 31, 353, 343 дивизий, батальоны 6-й танковой бригады, курсантов военных училищ, ополченцев. К 16 часам 21 ноября 1941 года соединения и части 56-й отдельной армии отошли на левый берег Дона. Немецким войскам временный захват Ростова также достался недешево. Убитыми до 3,5 тысяч солдат и офицеров, 154 подбитых и сожженных танка, сотни автомашин и мотоциклов. Наступательная мощь 13-й и 14-й танковых, 60-й и 1-й моторизованных дивизий, штурмовавших Донскую столицу, была настолько подорвана, что вести дальнейшие наступления на Кавказ они были не в состоянии. Первая оккупация города длилась 8 дней и вошла в историю как кровавая неделя. ССовцы расстреляли и замучили сотни мирных граждан, стариков, женщин, детей, особенно в пролетарском районе города. В ходе контрнаступления войск Южного фронта под Ростовом-на-Дону с 17 ноября по 2 декабря 1941 года соединения и части 56-й армии с 27 ноября тремя оперативными группами перешли в наступление. И во взаимодействии с новочеркасской группой войск 9-й армии 29 ноября освободили город от врага. В условиях полуокружения немцы не выдержали концентрических ударов наших войск и к исходу 29 ноября оставили город. Войска, освободившие Ростов-на-Дону, уже вечером 29 ноября получили приветственную телеграмму Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9-й и 56-й армий во главе с генералами Харитоновым и Ремезовым, водрузившими над Ростовом наше славное советское знамя. Под Ростовом вермахт потерпел первое крупное поражение, а его первая танковая армия была отброшена на 70-80 километров на запад. Были разгромлены 14-я и 16-я танковые дивизии, 60-я или пштандарт Адольф Гитлер моторизованные дивизии, 49-й горнострелковый корпус. Враг потерял свыше 5000 убитыми, около 9000 ранеными и обмороженными. Уничтожено и захвачено в качестве трофеев 275 танков, 359 орудий, 4400 автомашин различных марок и назначения, 80 боевых самолетов и много другого военного имущества и вооружения. В результате успешного контрнаступления войск Южного фронта и 56-й армии Ростов-на-Дону был освобожден. Победа под Ростовом останется в истории как первый стратегический успех советских войск в Великой Отечественной войне. Я знаю о войне лишь понаслышке, Но вновь и вновь вновь в мои приходят сны. Безусый паренек, Совсем мальчишка, Который не вернулся с той войны, Сожмется больно сердце От печали, Хоть с той поры прошло Полсотни лет, Но снится мне Тревожными ночами, Мой молодой, Мой вечно юный дед. Над миром вновь Ликуя светлый май, Который раз мы празднуем победу, Но то, что совершили наши деды, Ты помни, Никогда не забывай. Мы знаем о войне лишь понаслышке, Но матерям сегодня не до сна, Ведь подрастают юные мальчишки, А где-то до сих пор идет война, И сколько их еще Наверно будет Солдат, не возвратившихся с войны. Пою для вас, К вам обращаюсь, люди, Мы научиться мир Беречь должны. Над миром вновь Бушует речный май, В который раз мы празднуем победу, Но то, что совершили наши деды, Ты помни, Никогда не забывай. Ты помни, Никогда не забывай. Ты помни, Путь к победе Был непрост, Кровавою Была ее цена. Ты помни, Бухенвальд и Холокост, И смерть, И страх, Что сеяла война. Ты помни, Посидевших на теле, Солдат, Не возвратившихся домой, И похоронки Забывать не смей. Все это надо помнить Нам с тобой. Какой ценой победа нам досталась, Ты помни, Никогда не забывай. Ты помни, Никогда не забывай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok